С вами Азбука Инвесторы, я Наталья Спицына. Здравствуйте! Тема этой программы – японские свечи. Первые биржевые графики появились на Западе примерно в 19 веке. Это были графики баров, крестики-нолики и линейные графики. Но помимо них существует и другой, более старый и мощный метод графического анализа. И этот метод называется «Графики японских свечей». Они довольно необычны и чутко реагируют на рыночную ситуацию, внося в анализ цен яркую психологическую составляющую. Основателем этого метода считается японец Мунихисо Хомо, который одним из первых начал предсказывать движение цен в будущем, основываясь на прошлых ценах. Торгуя рисом в 18 веке, он сумел нажить огромное состояние и был прозван королем рынков. Чтобы лучше понять психологию инвесторов, Хомо проанализировал цены на рис за всю историю существования биржи. Он создал собственную систему связи, позволявшую ему своевременно получать любую значимую политическую и экономическую информацию. Говорят, таким образом ему удалось провести около 100 успешных торговых сделок. Глядя на графики свечей, становится понятным происхождение их названия. Отдельные линии на этих графиках действительно похожи на свечи с торчащими из них концами фитиля. Японцы считают, что самые существенные движения цены отражают широкую часть свечи, которая называется телом. Оно представляет собой ценовой диапазон торговой сессии между ценами открытия и закрытия. Максимальная и минимальная цены торговой сессии соединяются с телом вертикальными линиями, тенями, которые указывают экстремальные цены торговой сессии. Тень над телом называют верхней тенью, а тень под телом – нижней тенью. Длинная черная свеча соответствует медвежьему периоду развития рынка, когда цена открытия близка к максимальной цене, а цена закрытия опускается почти до минимальной цены. Белая свеча соответствует бычьему периоду развития рынка. Цены колеблются в широком диапазоне. Рынок открылся вблизи минимальной цены, а закрылся вблизи максимальной цены торговой сессии. Свечи с малым размером тела указывают на упорную схватку между быками и медведями, называются волчками. Они, как правило, нейтральны, когда возникают в пределах узкого торгового коридора. Но они играют очень важную роль при образовании определенных графических моделей. Волчки могут быть как черными, так и белыми. Размер тени не играет важной роли. Существуют варианты свечей, у которых вообще нет тела. Оно превратилось в горизонтальную линию. Такие свечи носят название «дожи». Дожи появляются, когда в какой-то торговой сессии цены открытия и закрытия совпадают или очень близки друг к другу. Так что их можно практически считать одинаковыми. Длина теней у дожи может быть различной. Дожи играют очень важную роль в анализе рынка, поэтому ими никогда не следует пренебрегать. Наш эксперт Леонид Братухин, ректор автономной некоммерческой организации учебный центр «Финам». Леонид, скажите, почему в терминологии свечей так много военных терминов? Войны, столетиями раздиравшие Японию, нашли свое отражение и в терминологии японской свечей. И действительно, искусство торговли сродни военному искусству. И там и здесь нужны стратегия, психология, умение выдерживать конкуренции, умение вовремя отступить и, конечно, немножко везение. В чем же основные преимущества свечей перед графиками баров и почему они стали более популярны? График, который составляется из японских подсвечников, на самом деле обладает цветом и становится более информативным. Когда цена у нас растет, график светлеет. Когда цена начинает падать, график темнеет. Когда цена направляется вправо, то у нас рябит в глазах. Эти графики просто более информативны. Можно ли работать, используя в качестве сигналов для входа на рынок и выхода из него только сигналы свечей? Пожалуй, только совмещение сигналов свечей с другими техническими инструментами, трендовыми линиями, уровнями, скользящими средними, осцилляторами обогащает арсенал трейдера. По сути, свечи – это буквы, которые у грамотного трейдера солагаются в слова и приложения, позволяя читать рынок. Характерные формы свечи – это следствие реакции цены на какое-либо событие, происходящее на рынке. Если мы понимаем, что говорят нам свечи в ключевых точках графиков, мы видим намного глубже, чем люди, которые свечи не используют. Анализ каждой отдельной свечи, а также групп смежных свечей, позволяет опытным трейдерам с большой долей вероятности предсказать, в каком направлении рынок двинется в ближайшем будущем. На графике свечей прекрасно видны все психологические аспекты работы на рынке. Видна реакция толпы, навстреченная на пути препятствия. Видны страх и нерешительность в торговцах, их радостное намерение и жестокое разочарование. Интерпретация свечей, как, впрочем, и любой другой метод графического анализа, носит субъективный характер. И это можно считать недостатком. Но увеличивая временной период, отображенный свечами, мы можем свести этот недостаток на нет. Статистические ряды тем более достоверны, чем больше их выборка. Графики свечей с их многовековой историей развития не знают себе равных по эффективности применения, как отдельно, так и в комбинации с другими техническими средствами. Возможность использования свечей вместе с другими инструментами, а не вместо них, их несомненное достоинство. С вами была Наталья Спицына, спонсоры показа ОАО «РТС» и «ЗАО «Финал». Удачи!» Субтитры создавал DimaTorzok